Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Весна набирает обороты, теплые дни соблазняют нас, чтобы уже начать активно работы в саду. Многие задумываются о ранних посевах, посадках и картофеля, и овощей, и различных растений в открытый грунт. Однако, спешить ни в коем случае не надо. Не только с посевами и посадками, но и даже с открытием растений, которые у нас зимовали под лапником, еще там под какими-то укрытиями. Ведь в этот период погода бывает очень обманная. Теплые дни, когда уже все расцветает, когда уже почки набухают, когда уже все открывается, уже цветут многие растения фемероидные. В этот период возврат холодов очень и очень вероятен. Он опасен особенно, если ему предшествовали по-настоящему теплые деньки. Именно так, как характерно для умеренной зоны климатической в 2020 году. Укрытие в данном случае выполняет роль не столько утеплителя, как наоборот холодильника. Холод, накопившийся за зиму в почве, под укрытием сохраняется. Укрытие изолирует растения от солнца, не позволяя оттаять как следует и нагреться корням. Тем самым задерживается вегетация. Для тех растений, у которых уже началась вегетация, вот у этой розочки, посмотрите, какие уже большие побеги. Риски повреждения этих побегов в результате мороза довольно высоки. Вообще, многие растения, перезимовавшие и начавшие отрастать, такие, как многие луковичные весеннего периода цветения, они, в общем-то, довольно-таки устойчивы к морозу, выдерживают заморозки до минус 3, а иногда и до минус 5 градусов. Однако розы, вегелы, многие другие, чубушник, другие кустарники, даже смородина, могут повреждаться заморозками очень легко, лишая нас и урожая, если мы говорим о плодовых растениях, и высокой уровне декоративности, если мы говорим о цветочных, цветущих кустарниках и прочих растениях. Что же делать в этом случае? В первую очередь надо применять такой способ, если мы знаем, что мороз будет, будет морозная ночь, надо применять дождевание и обильный полив. Вода, обладая высокой теплоемкостью, позволит сохранять положительную температуру, или, по крайней мере, не такую резко отрицательную, или, по крайней мере, снижение температуры будет идти очень постепенно. Весьма уязвимы в этот период времени цветочные почки родендронов, других растений, поэтому дождевать, опрыскивать и обильно проливать грунт под этими растениями нужно обязательно. Кроме того, существуют, ну, конечно, очень известные способы, такие как дымовые шашки и так далее. Это тот же самый способ образования водяного тумана, как продуктов горения этой шашки, для того, чтобы вода, обладая высокой теплоемкостью, ну, как бы, говоря таким обывательским языком, забирала этот мороз на себя. Однако, существуют и специальные составы для обработки растений, находящихся под угрозой вымерзания. Об одном из таких составов я вам сейчас обязательно расскажу. Им вполне можно пользоваться для обработки рано проснувшихся земляники, смородины, роз, розодендронов, чубушника, многих-многих других растений, находящихся под угрозой замерзания. Итак, приступим к нашему приготовлению состава для защиты растений от возвратных заморозков и повышению их морозостойкости. Этот состав можно применять даже за несколько часов до наступления вот этих вот морозов. Но лучше всего, конечно, применить его с утра, в том случае, если ночью последующей ожидаются какие-то сильные морозы. Можно применить даже за сутки. Этот состав действует примерно 3-4 суток от нанесения. То есть, когда вы нанесли, если у вас 3-4 ночи подряд могут ожидаться заморозки, то повторно этот состав наносить не нужно. Ну, а через 3-4 суток его надо нанести повторно на растения, на почечки, на листочки и так далее. Итак, для приготовления нашего состава нам понадобится глицерин, нам понадобится глицин таблеточки, такие грамицин, глицин, так они называются, по 100 миллиграмм глицина в каждой таблетке. Также нам понадобится гентарная кислота вот в таких вот таблеточек. И в такой вот одной таблетке содержится у нас 0,1 грамм, то есть 100 миллиграмм гентарной кислоты. И, пожалуй, один из самых важных компонентов нашего состава, это аминокислота метионин. Аминокислоту метионин каждый может найти в аптеке. Продается она в любой аптеке без рецепта. Ее здесь много, 50 таблеток по 250 миллиграмм. Стоит она суще действительно копейки. Итак, будем соединять все вот эти компоненты. Еще нам, кстати, понадобится обязательно мочевина. И вот здесь у меня стоит димексид. Почему? Во многих очень рецептах для обработки растений против заморозков входит состав димексид. Однако, это грубейшая ошибка использования димексида. Как бы мне не хотелось его влить в эту смесь для того, чтобы все компоненты этой смеси вогнать туда как можно лучше листья, Я категорически не советую вам использовать димексид. Это ошибка, это неправильно. Кто-то когда-то придумал, и потом все распланировали этот способ, хваляя его и говорят, что он помогает защитить растения от морозов, заморозков, похолоданий. С точностью то наоборот. Я так полагаю, что ошибка в применении димексида была связана с тем, что в очень многих статьях, научных статьях, где изучается влияние мороза на растения, димексид используется как симулятор мороза. Ну, например, в лабораториях используют солевые растворы для того, чтобы симулировать засуху в растении, а димексид, чтобы симулировать заморозки. Димексид, напротив, повышает чувствительность растений к заморозкам. Он делает клеточные мембраны, для тех, кто помнит курс биологии, очень жесткими, а нам надо их сделать мягкими, не позволить замерзнуть в воде внутри, не позволить сделаться мембранам этим жесткими. Вот на всю эту физиологию направлен наш состав. Поэтому вот такой правдивый рецепт будет здесь, здесь у нас, в этом выпуске. Итак, начинаем смешивать компоненты. Я буду их смешивать в расчете на 1 литр, а вы можете масштабировать его настолько, насколько захотите. Итак, на 1 литр воды вам понадобится полная столовая ложка, ну, до 10 мл, 8-10 мл глицерина, обычного аптечного глицерина. Затем вам понадобится 1 чайная ложечка мочевины, неполная такая, неполная чайная ложечка, примерно 4-5 грамм мочевины. Кроме того, вам понадобится 500 мг, ну, вот у меня, видите, в такой бутылке глицин, а вам придется, скорее всего, купить таблетки по 100 мг, поэтому 5 таблеток на 1 литр. Ну, это буквально будет полграмма, это вот одна-одна маленькая кропочка, сюда пойдет этого глицина. Далее вам понадобится 1 таблетка янтарной кислоты, ее нужно немножко раздробить и сюда забросить. И напоследок вам понадобится 2 таблетки или 500 мг метианина. Я их уже раздробил, они очень легко дробятся, и сюда вот высыпать и забросить. Все это надо тщательно растворить, можно растворять в чуть теплой воде, ну, такой 30-40 градусов, ну, конечно, не горячий или в холодных. Растворяются все компоненты очень хорошо. И затем пройтись опрыскивателем по раскрывшимся почкам, по листочкам, даже можно по бутонам, для того, чтобы предотвратить повреждения заморозками. Эту обработку можно делать и теперь, когда мы ожидаем возвратные заморозки и холода. Это можно делать и в более поздние сроки, и в мае даже можно делать, когда растения уже цветут. Но как еще защитить цветущие растения яблони, груши, мы обязательно на нашем канале расскажем. Ну, а сейчас обязательно осматривайте ваши растения. Используйте этот простой, дешевый и очень эффективный состав для укрепления растений, для увеличения их сопротивляемости заморозком и пониженным температурам. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok